Добрый вечер. Это отражение. Поговорим о качестве российских дорог. Это качество могут вернуть под контроль ГИБДД. Дело в том, что дорожные полицейские могут расширить полномочия. МВД предложило вернуть ГИБДД как раз полномочия по контролю за качеством ремонта автомобильных дорог. И если эту инициативу одобрят, то у ГИБДД будет право контролировать процесс ремонта и эксплуатации дорог, разметки, светофоров и знаков. Главный вопрос, который сегодня мы будем задавать, станут ли дороги лучше. Собственно, это главная цель. И в вашем городе, в вашем поселке, в вашем регионе какие дороги? Напишите нам и позвоните. А пока посмотрим, что говорят официальные рейтинги. Самые качественные дороги в российских регионах оказались неожиданно в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае, Ингушетии, Челябинской области. А в конце списка по качеству Архангельской, Кировской области, Республики Алтай, Мариел. К таким выводам пришли специалисты РИА-рейтинг, которые проводили исследования. Но, собственно, у нас всегда свое исследование, которое мы проводим благодаря вам, поэтому обязательно ждем от вас звонков и смс-ок. Дороги федерального значения за последние годы в основном приводили к нормативному состоянию. Давайте тоже на цифры посмотрим. Доля отремонтированных региональных дорог увеличилась, как вы видите сейчас на графике, а вот мест наоборот снизилась. Что может сделать наши дороги качественнее и безопаснее, обсудим с нашими гостями. Это член Общественного совета при Министерстве транспорта России Кирилл Янков. Добрый вечер. И автомобильный журналист Александр Гусаров. Добрый вечер. Давайте об информационном поводе поговорим. Как контроль за дорогами раньше работал и почему ГИБДД вдруг в таких правах урезали. Вообще кажется логичным, что дорожная полиция следит за качеством дорог, для того, чтобы там было меньше аварий и так далее. И вдруг почему-то их этого права лишают. Есть федеральная служба, называется Ространснадзор. Она разделена на несколько вертикальных служб узкоотраслевых. Внутри есть такая вертикальная служба Госавтодорнадзор. И у него в том числе контроль качества дорог, хотя у него и другие не менее важные функции. Например, контроль за тяжелым транспортом, весовой контроль, контроль за негабаритным транспортом и много других функций. Да, вообще контроль за автотранспортом. И в том числе контроль за дорогами. Справляется ли эта служба со своими задачами? Ну, наверное, не со всеми задачами она в должной мере справляется. Скажем, по весогабаритному контролю три года назад был отчет счетной палаты, где было выявлено, что сколько средств не поступило в бюджет из-за того, что нет контроля за движением транспортных средств, превышающих весовые нормативы. Не очень она справляется. Вопрос заключается в том, лучше или хуже станет, если передать ГИБДД. Как было раньше? Когда-то так было, да. И вообще говоря, тут надо понимать, что такое ГИБДД. Это подразделение Министерства внутренних дел, это люди в погонах, это люди с полосатым железлом, которые могут останавливать автомобиль, и которые имеют все права сотрудников полиции. Вы как-то сейчас пугаете, это люди, к которым народ относится так себе. Ну, они имеют определенные права. Вот за контролем за состоянием автодорог, нужны эти права полицейского или не нужны? Вот мне кажется, что, допустим, когда речь идет о весогабаритном контроле, права полицейского нужнее, потому что машину с превышением веса надо остановить жезлом на дороге, принудительно отправить на весовой контроль и так далее. То есть те права, которыми штатские, гражданские сотрудники Ространснадзора не наделены. Но почему-то речь идет о том, чтобы из всех этих функций Ространснадзора, а именно Госавтодорнадзора, взять именно функцию контроля за дорогами, отдать людям в погонах. Надо же как-то комплексно смотреть, а где нужнее люди в погонах. Мне кажется, люди в погонах нужнее не там, где нужно дыру в асфальте зафиксировать, а там, где движущиеся транспортные средства. Александр, число предписаний, нашла я информацию, в отношении ремонтирующих и эксплуатирующих дороги компаний за год, пока ГИБДД не делили, сократилось более чем в 40 раз. То есть вопрос, либо был избыточный контроль, не знаю, там предписаний слишком много, то ли хуже стали просто следить за этим. Давайте по поводу избыточного контроля мы все-таки поговорим. Звонят нам уже люди из разных регионов. Мы вот говорили перед эфиром с Кириллом, да, как бы по поводу того, что, ну, вообще обсуждали тему. Вот смотрите, ситуация довольно странная. Как человек, не имеющий опыта, не имеющий должной квалификации, будет контролировать качество асфальта? Каким образом он будет это делать? Яма вот. Яма тоже, может быть, ее нужно тарировать. А понимать, насколько она представляет опасность и представляет ли, здесь очень сложный вопрос. Ведь действительно в службе контроля за дорогами работают опытные люди. Это инженеры, как правило. Ну, нельзя без инженерного образования создать автомобиль. Нельзя без инженерного образования прийти и сказать, вот это вот плохая дорога. Согласно каким, собственно говоря, критериям ты будешь оценивать эту автомагистраль? Отсутствие дорожного знака, ладно, в принципе, да. Но раньше у нас в Советском Союзе, насколько я помню, вообще за дорожные знаки отвечали с вами, как гаишники. Как бы, вот, пожалуйста, его там, я не знаю, расстреляли пьяные охотники. Кто-то по глупости просто его сорвал, еще что-то. В Европе, если я сбиваю дорожное ограждение, в принципе, и знаки, я восстанавливаю их за свой счет. Ну, за счет страховки, это нормальная ситуация. Как бы, как здесь, чем могут помочь люди в погонах, а не что? Вот правильно сейчас прозвучало то, что одно дело остановить, когда мы видим сейчас арбузы, начнутся и поедут эти фуры, которые будут висеть на выгнутых рессорах, это понятно. Да, как бы, он должен его остановить и направить на весовой контроль и оштрафовать этот автомобиль. И вообще запретить ему движение, потому что он разрушает асфальт. То есть все, что едет, это гаишникам, а все, почему едут, это инженерам? Конечно. Давайте мы все-таки будем разделять, как бы, функции. Люди в погонах, действительно, пусть они занимаются своими делами, а люди, у которых нет этих погон, и которые действительно имеют на это, и образование они имеют, соответственно, и имеют какой-то, я не знаю, там, опыт, не только по обслуживанию, по определению. Ведь, ну, реально очень сложно оценить качество дорожного полотна, если ты не имеешь специального оборудования, это как на глазок определять, работает ли у вас АБС, как у нас собираются сейчас для гаишников вести, вот они будут на глаз определять, как работает АБС в автомобиле. Каким образом? Точно так же, ну, мне вот эта дорога не нравится, да, нужно срочно оштрафовать топоразделение, кто его делал. Ну, вот как? Каким образом это будет осуществляться? Мне вот это очень интересно. Плюс, естественно, я не хочу ничего говорить, все у нас честные и порядочные, но, как бы, я еще и процентом знаимства, я просто про него молчу. А завтра, как ко мне, как к человеку, который моя организация занимается с содержанием вот этого участка дороги, придут товарищи из ГИБДД, которым тоже есть дети, у которых, может, не устраивать их зарплату и захотят, да, соответственно, вот, пожалуйста, мы еще наморачиваем определенный процент взяток, и опять же, никого не обвиняю, ничего сказать не хочу, но люди-то непорядочные есть, и нельзя их сбрасывать со счетов. Поэтому, как бы, ну, на мой взгляд, это, ну, какая-то непонятная для меня тот функционал, который придается ГИБДД, который ему абсолютно не нужен. У меня нет необходимости в нем. Послушаем звонки. Из Тамбовской области нам дозвонилась Светлана. Добрый вечер. Добрый вечер. Как с дорогами в Тамбовской области? Ну, не везде, но качество хромает. Вот для меня лично все равно, кто будет контролировать это качество. Но у нас очень больной вопрос. От федеральной трассы Тамбовской области, Рассказовский район, поселок Маяк, находится 2,5 километра. Там выбоины достигают глубиной до 30 сантиметров. Зимой спасаемся тем, что забьет льдом, снегом. Мы едем. Летом вдоль леса полосли, спускаемся с дороги. Писали неоднократно. Вот на моей памяти 6 писем писали. И одна и та же отписка. Вы включены в программу, но такой-то период вам тогда-то сделают. Кто, когда никаких сдвигов нет. Скорая едет, сами понимаете, как. Так, единственный маленький магазинчик хотел закрыться, потому что поставщики не хотят поставлять товар по такой дороге. Школьный автобус. Это вообще, я не знаю, как. Тут, по-моему, все понятно уже. Да, спасибо. Поговорим обязательно о ваших дорогах. Сейчас добавлю еще несколько сообщений из других регионов. Ужасные дороги в Смоленске. Как были ямы, так и остались. Много надзорных служб. По факту никто ответственности не несет. Бесконечно влетаешь в ямы и канавы. Алтайский край, Рубцовск. Все в упадке, дорог нет. На площади Ленина растет бурьян. Сочи. Большая деревня, в которой жители строят дороги на свои деньги. Не имеют права, кстати. Вот такой вот. Не имеют права. А что делать? Они не имеют, но их могут оштрафовать, в принципе. О дорогах в нескольких других российских городах. В Казани, в Санкт-Петербурге и в Чебоксарах. Посмотрим наш репортаж и продолжим разговор. Яма на яме и торчащая арматура. Так выглядит поселок Сухая река. Один из самых популярных в Казани выездов на федеральную трассу М7. Дорогу на Москву. Тысячи автомобилей ежедневно проезжают по этой дороге. Правда, преодолеть ее без потерь получается далеко не у всех. Обочина буквально усыпана автозапчастями. Оттого здесь много автомастерских. Камиль работает в одной из них. Каждый день водители обращаются к нему с одними и теми же проблемами. Люди приезжают в основном с поломной подвеской, потому что глубокие ямы здесь находятся. Неудобства испытывают даже пешеходы. Они вынуждены обходить опасный тротуар по проезжей части. Вот эта дорога, вот здесь вот пешеход запнется, убьется. Люди объезжают такие дороги по частным секторам, потому что оно тоже так быстрее получается. Уставшие от езды под окнами жители окрестных улиц перегораживают объездные пути, чем могут. Правда, это помогает ненадолго. Грузовики спокойно преодолевают препятствия и еще больше разбивают дороги. На первый взгляд, это какая-то разбитая деревенская дорога. Но нет, это самое начало Комендантского проспекта. Одно из главных магистралей престижного Приморского района Санкт-Петербурга. Здесь много торгово-развлекательных комплексов, бизнес- и спортцентров, жилых домов. Согласно ГОСТу, размер ямы не должен превышать 60 сантиметров в ширину, 15 в длину и 5 сантиметров в глубину. Здесь 15 сантиметров, что превышает норму в три раза. Измерить радиус моей линейки просто не хватит. Ни один из запрошенных нами автомобилистов, а их была добрая дюжина, отремонтированную дорогу тут никогда не видел. С учетом того, что здесь одностороннее движение сюда и одностороннее туда, то есть нельзя выехать там сразу на дорогу нормальную, то здесь просто ужасно. Подвеска убивается напрочь. На первой скорости и то еле-еле проехать можно на первой передаче. В лучшем случае кирпичами заложат или засыпят гравием. Гравием хватает на три дня ямы. Машины, ну посмотрите, что с ними происходит от этого гравия, который летит. Многие из-за этого просто ходят пешком. Активные граждане пишут письма чиновникам, но они обещают сделать ремонт не раньше 2025 года. В Чебоксарах самая разбитая дорога – Лапсарский проезд. В народе ее называют Лапсарский непроезд. Это 4,5 километра ям и выбоин. Вдоль этой дороги расположено более сотни предприятий. Ежедневно нескончаемый поток машин везет грузы с заводов и фабрик. На работу сюда добираются тысячи человек. Я неоднократно уже прокалывал колеса. Здесь, соответственно, постоянные грузовики, где-то гвозди, еще чего-то. То есть, ну, это... Бампер разбитый. Бампер разбитый. Тут в основном весной и в дожди фуры, они низкие. Вот, бывает, заезжают в яму, застревают и как бы самостоятельно выехать не могут. Ну, да, помогаем как бы выезжать. На трассе постоянные пробки. Ехать 1 километр 40 минут – здесь норма. На Лапсарский проезд невозможно вызвать такси. Когда водители видят этот адрес, сразу отказываются от заказа. Общественный транспорт здесь не ходит. До остановки от самых отдаленных предприятий идти нужно до 3 километров пешком. Но, возможно, это даже быстрее, чем плестись по ямам на машине. Ну, вот удивительно, да, Казань, Санкт-Петербург. Города, которыми хочется гордиться, куда приезжает много туристов. И даже там вот такое. Ну, надо сказать, что в любом субъекте федерации можно найти и отличную дорогу, и очень плохую дорогу. Даже в Москве, да? Даже в Москве. Вопрос в соотношении. Несмотря на первое место в рейтинге. Да, вопрос в соотношении. Конечно, и в Петербурге можно найти плохую дорогу, но в целом там основные дороги более-менее нормальные. И в Татарстане основные дороги нормальные. И вообще федеральные дороги, проходящие через все субъекты, обычно хорошего качества отремонтированы. Бывают исключения. Не все. Но в основном, вот Тверская область. Три федеральные трассы М10 и М11 на Петербург, М9 Москва-Рига, через Тверскую область идеальные. Федеральная трасса Р-132 «Золотое кольцо» идет через Тверскую область. Она похуже. Она похуже. Ямки есть там. Не очень хорошо. А вот если региональные дороги, скажем, Калязинское шоссе между Сергиевым Посадом и Калязиным. Это региональная дорога сначала Московской, потом Тверской области. По Московской области состояние отличное. В Тверской области, ну извините, яма на яме. А от чего зависит? Ну то есть, очевидно, да, Московская область богаче, чем Тверская область. Есть объективное вот такое вот соотношение размера территорий и размера регионального продукта численности населения. В Тверской области объективно территория большая, это две московских области, а население в пять раз меньше, чем Московская область. И валовый региональный продукт еще там раз в восемь меньше, чем Московская область. А, соответственно, поступление в бюджет в дорожный фонд значительно меньше, а территория больше. Но не только от этого зависит. Хотя, в принципе, более компактные субъекты федерации с более высоким уровнем валового регионального продукта, там, в принципе, лучше. Вот Калининградская область, Калужская область, Тульская область, они небольшие, промышленность там хорошо работает, налоги большие, более-менее нормальные. То есть они побогаче? Да. А, скажем, Костромская область, ну, она как Тверская, она большая, а население там еще меньше. Да, на самом деле, вот этот раздел, он заметен, асфальт раздел, когда ты из Московской области въезжаешь, Тверскую область, Ярославскую область, ты как будто бы оказываешься в другой стране. Ну, это нормально, потому что государство ни в одной стране мира, государство не несет стопроцентной ответственности ни в Германии, ни в Бельгии, ни в той же Португалии, где дороги отличные, и в некоторых местах они даже лучше, чем в знаменитые германские автобаны. Во Франции очень интересная система, там 11 тысяч километров дорог, вот это вот общефедеральных, которые считаются, там большое количество платных. Но, как правило, все государство, любое государство решают за счет государственно-частного партнерства. Но никто не отдает на откуп, естественно, в той же Франции, где масса платных дорог, как бы там отдается на, по-моему, порядка 30 лет, если мне не изменяет память, я могу ошибаться, но, по-моему, там именно вот этот вот срок предусматривается. На который, но при этом ты не имеешь права творить все, что ты хочешь. Ты не можешь, как вот у нас, предположим, отреехать до Москвы по М-11 до Солнечногорска, по-моему, дешевле самолетом долететь или вертолет нанять, чем проехать по М-11. Столько стоит проездик. В Питер сейчас вот у меня, ребята, приехали, 4 тысячи в один конец. По транспондам. За платную дорогу. М-11. Это очень много. Для одного человека это реально очень дорого. Дело не в этом. Проблема в том, что действительно решается все это за счет государственно-частного партнерства. То есть в Германии мы видим нет платных дорог, вообще они отсутствуют как таковые, их нет. Но, тем не менее, какие-то участки отдаются консессионерам и государству, просто у государства не всегда, они там каким-то образом зарабатывают. Вот мне интересно, как они зарабатывают, зачем бизнесу в это входить? Два варианта там, как бы у них существует бизнес А и бизнес В, если мне опять же не изменяет память немецкая, я не знаю, поэтому я не воспроизведу, к сожалению, как точно это все называется. Но там очень интересная ситуация, как бы там есть несколько вариантов работ, когда они вот с частниками работают. То есть где-то, где они гарантированно, частник занимается обслуживанием трассы как таковой, в течение, по-моему, тоже 30 лет, он гарантирует качественное покрытие, наличие дорожных знаков, ограждений, всего остального. И государство ему выплачивает вне зависимости от трафика. То есть там машины вообще могут не двигаться, он все равно будет получать какие-то деньги. На особо оживленных автобанах, ну как вот, по-моему, он один из самых крупных в Германии, А9, вот это вот, который пересекает всю страну, на связи с центральных магистралей. Там, естественно, тоже частники занимаются определенными участками дороги, как бы, но там зависит именно, потому что трафик огромный, естественно, большой, поток до 90 тысяч, по-моему, там доходит движение машин, там в течение месяца, дня, дня, 100 тысяч автомобилей в день может пройти. Это в основном грузовики, ну и плюс частный легковой транспорт. Они осуществляют это все, там, вне зависимости от трафика, им все равно выплачиваются деньги, но на чем зарабатывает тот же частник, который заключается в государстве? Потому что нового государства не может за всем следить. Ну, как бы странно, у нас вот все пытаются сделать, что вот я сижу в Кремле, я вот вижу, ага, вот там во Владивостоке, вот там ям. Хорошей же жизни у нас, наверное, нет желающих. Ну, как бы, я еще раз говорю, если бы... Ну, они же сказали, на чем зарабатывают, да, я все. А зарабатывают, они государство платят. Платят им, но эти занимаются, оно распределяет этот бюджет. Естественно, есть головные магистрали, как и у нас, есть вот эти вот потоки, которые идут в направлении через всю страну. Они важны для... Ну, они не только стратегически важны, они элементарно важны, потому что это подвоз продуктов. Да, 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 это государственная абсолютно ответственность. Да, как бы, но те же куски дороги этой должны и могут обслуживаться частниками. И частник выигрывает здесь, он зарабатывает на том, что он использует какие-то технологии, которые позволяют ему экономить и зарабатывать, не воровать, а именно зарабатывать на эксплуатации вот этого участка. Понятно, что государство не может, опять же, у нас вот что-то... Я все равно не понимаю, как он зарабатывает на этом. Он зарабатывает на том, что государство ему платит. А ему оно платит, но я нахожу вас или вас, я выбираю из двух подрядчиков лучшего, и, соответственно, тот, который предлагает дешевле, но более высокотехнологичные решения, которые позволяют мне зарабатывать на этом участке дороги. А от того, что, ну вот мы представим сейчас, сейчас нам показали в сюжете, это, конечно, не федеральные трассы. Это не, как бы, и здесь, это, иногда это ответственность города, иногда вообще непонятно, кому принадлежит эта дорога, потому что очень часто бывает, что очень тяжело найти собственник. А кому вообще дорога может принадлежать? Региональный, региональный уровень, городской уровень? Ну вот, а понять, кто это, это очень тяжело бывает. Ну, закон допускает и частные дороги, вот, и даже в некоторых случаях частные дороги могут быть и платные, могут быть вообще не общего пользования, да, Но частных дорог в России, прямо скажем, очень мало. В основном они федеральные, субъектов федерации или муниципальные. Еще звонки у нас из разных регионов. Новосибирская область, с нее начнем. Павел, зритель в эфире. Добрый вечер. Добрый. Слушаем вас. Вот Карасутский район меня интересует, Честерский район. Мы вот двигаемся по дорогам, которые вообще не имеют покрытия, щебень. Я, чтобы переехать 100 километров, поменяю два колеса, поменяю коробку в автомобиле. Я плачу налоги за дороги. Почему вам приходится менять? За автомобиля. Ну как почему? Ну потому что щебень такой сумасшедший у нас. По дороге рвутся колеса. Ну, должен сказать, что вообще дороги щебеночные являются дорогами с твердым покрытием. Они считаются дорогами с твердым покрытием. Во всем мире. Вот это очень важный момент. Ну, вполне легальные дороги имеют право на существование, да? Да. Вопрос, как этот щебень укатан. Ага. Если он хорошо укатан, то 40-50 километров в час можно ехать относительно безопасно по такой дороге. Но не больше. Ну, 100 километров уже не поедешь. Ну, в общем, на 100 километров не каждая трасса рассчитана. Дело в том, что в Европе действительно щебеночные дороги и все грунтовки считаются точно так же дорогами. Да, это не категория. То есть, в какой-то, не знаю, там, сельской местности. Или как у нас районы СНТ, да? Ну, типа, как бы, как в Англии, между есть у них вот эти вот трассы, которые расположены в частных владениях. Они пересекают между... Там вообще одна полоса, она грунтовая. И есть карманы, в которые ты должен заезжать, чтобы уступать место тому, кто ближе. У них очень вежливые водители. Потому что, когда ты едешь, и если карман оказывается ближе к тебе, то обязан ты уступить. И если у встречного, то он. А так, в принципе, она вообще однополосная, она тоже грунтовка. А вот раз мы о грунтовке заговорили, а почему грунтовка? Это... Ну, я понимаю, почему грунтовка там на территории дачных поселков. Потому что это дешевле, люди могут сброситься вот только на это. А вот на таких участках откуда она берется? Почему нельзя положить там нормальный асфальт? Асфальт это дорого. Асфальт... Ну, давайте вот смотреть. Есть такое понятие в физике, да, усталость металла. Да, металл через... Автомобиль через какой-то определенный промежуток времени, ну, он устает. Устает вот его... Ну, металлические конструкции, они не вечные. Почему у нас меняются мосты периодически, пролеты целые еще. Вот такое же есть понятие, как усталость асфальта. Асфальт тоже не может лежать вечно. Его тоже нужно менять. А, соответственно, дорога, на которой нет интенсивности... Никто же вам не делает Москву-Питер трассу гравийную. Потому что по ней идет огромный поток автомобилей. Естественно. А по дороге, по которой проезжает в день, там, я не знаю, 3-4 машины, ну и для чего там пласть асфальт? Лучше эти деньги перенаправить на ремонт каких-то других, может быть, не столь важных, как М-11 или М-10 магистралей. Но какие-то менее второстепенные. А здесь она, чебенка, себя оправдывает очень. Но даже грунтовую дорогу надо обслуживать. Надо засыпать ямы. Надо зимой чистить ее от снега. Но, к сожалению, просто грунтовые дороги часто вообще ничьи. Но если грунтовая дорога находится на балансе, дорожная организация является муниципальной хотя бы, то, конечно, ее надо обслуживать. И можно штрафовать, если ее не обслужили, если на ней яма. Куда пожаловаться? Об этом тоже обязательно поговорим. Но вот Павел важный акцент поставил. Он сказал, а за что я плачу налоги? А ведь действительно транспортный налог не маленький. Имеет право гражданин за вот эти потраченные деньги требовать какого-то качества дорог? Да. Ну, скажем, транспортный налог, он не такой большой. И, пожалуй, больше это акцессно-моторное топливо. Да, вот акцессно-моторное топливо. Помимо прочего, да, есть их. Да. Он долгое время был нецелевым. С некоторых пор, несколько лет последних, он идет в дорожные фонды. Но надо сказать, что всех денег, собранных как транспортный налог и как акцессно-моторное топливо, все равно даже на содержание всех дорог не хватает. Не говоря уже о новом строительстве. Это очень мощная и серьезная статья бюджета. И содержание, и строительство. Да, частично акцизы и транспортный налог покрывают, но только частично. Поэтому говорить о том, что я вот заплатил акциз, и теперь везде должен быть асфальт для каждой деревни, но это не совсем конструктивно. У нас еще звонки. Архангельская область на связи. Михаил. Добрый вечер. Слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел сказать, я вот уже лет 8-9 езжу по трассе Тума, Маршанск, там, ну вот по этой трассе до Тамбова. И вот понимаете, что вот до Тума я еду прекрасно, во Владимирской области. Как только заезжая в Рязанскую область, там дорога вообще мрак. Мрак. И она вообще не делается. Там ямочный ремонт просто-напросто. Ямочный ремонт. От Шацка, вот от города Шацк до Тамбовской области, там невозможно ехать. Там грузовики вообще ползут, как эти самые, чуть не по обочине. И всю жизнь вот так вот, 8 лет. 8 или 9 лет я езжу туда по этой трассе. И там до сих пор вот этого, нет вот этого дорожного покрытия ровного. Просто ямочный ремонт. За 8 лет? За 8 лет? У меня такое чувство, что самое, что надо этого губернатора посадить или там кому-то посадить, чтобы он на своей машине проехал и потом его ремонтировал. Спасибо, что рассказали. Вот теперь мы к вопросу контроля общественного, гражданского переходим. Вот Михаил видит эту дорогу. Он видит, что она там почти 10 лет не ремонтируется. Он что-то может сделать? Ну да. Тут есть и общественный контроль, есть общественная организация, объединяющая автомобилистов, начиная с исторического еще всероссийского общества. Автомотолюбителей, как оно сейчас называется. Оно существует. Существуют какие-то недавно возникшие организации автолюбителей. Существуют государственные органы. Прежде всего тот же самый Ространснадзор уже, нами упомянутый. Существует, наконец, прокуратура, куда тоже можно жаловаться на состояние дорог. Надо не молчать. Существуют губернаторы. Многие из них завели порталы, скажем, в Московской области портал Добродел. У каждого губернатора такое есть. И иногда это бывает эффективнее, чем писать в какой-то государственный орган. А в суд подать на организацию, которая эту дорогу проложила? Она же ее обслуживает, я правильно понимаю, какое-то время потом? Да, понимаете, если вы повредили вашу машину из-за состояния дороги, и действительно экспертиза показала, что это так, в этом случае можно с автодорожных органов действительно отсудить сумму компенсации ущерба и даже морального ущерба. А вы такие случаи знаете ли? Да, такие случаи бывают регулярно, знаю. А вот если просто дорога плохая, но вы там ничего не повредили, честно говоря, я не знаю случаев, чтобы отсудили что-то. Я тоже не слышал, но я могу из жизни привести, обещал рассказать. Это было 26 декабря. Мы ехали в Уфу, и еще не было вот там нормальной дороги. Где-то это порядка за 250, что ли, получается, километров до Уфы. Это была ночь по Москве, 2,50 или 2,30 было. Ну, значит, там 4,20. Вот. И я шел первым, начинается метель, а там еще была двухполосная дорога. И я фактически работал ведущим, потому что четыре автомобиля за мной, они шли как ведомые. Они реально повторяли за мной все мои движения, как я объезжал эти ямы. И ездить меня, слава богу, научили. Я могу объезжать ямы так, что у меня не касается и колесо, но проблема в том, что ям было слишком много. Одну-то я объехал, а во вторую я все равно влетел правым боком. И, естественно, у меня, ну, как бы неестественно, так получилось. Разбитый диск передний, и двух колес нет. Вот. И все четыре машины, которые шли за мной, они сделали то же самое. Вот. Все автомобили, вот которые... Ну, естественно, перед Новым годом время четыре утра. Я что делаю? Я, естественно, вызываю эвакуатор, естественно, пожадничал с дуру, надо было ехать до Уфы, из Уфы вызывать я в ближайший населенный пункт, который с меня содрал ровно такую же сумму. Но мне повезло. Утром позвонили коллеги с радиостанции, которая, кстати, не вещает в Башкирии. И я рассказал в прямом эфире об этом. Так. И когда после вот этого мотыля, назовем это так, там, где мы ночевали, к сожалению, так пришлось, ну, потому что перед Новым годом, естественно, автосервис не работал. Ну, так получилось случайно. Вот. И когда мы ехали обратно, дорогу начали ремонтировать. Пусть ямочно, но стали ремонтировать. Ну, вот себе представить ситуацию, вот, в принципе, пять автомобилей, которые все получили повреждения. В принципе, если бы мы вызвали ГИБДД, по-хорошему, это фактически можно приравнять к дорожно-транспортному происшествию. Но через сколько бы туда приехало ГИБДД? Время 4 утра. Я за рулем уже фактически вторые сутки пошли. Я реально хотел спать. Очень часто мы действительно просто сами забываем... Ну, не забываем, потому что... О том, что у нас есть такое право. Да. Просто мы им не пользуемся. Как потерянный багаж авиакомпании, у нас очень многие не заморачиваются на этот счет. А надо бы. И здесь то же самое. Очень часто люди, попадая в аналогичные ситуации, у меня два случая вот с резиной было. А второй раз точно так же. Благо, эта машина была недорогая. А когда я ехал в Питер, и выйдя, еще не была готова М11 полностью, и выйдя кусок у вышнего волочка, я ушел, я пропорол себе... А машина без запаски. Зато очень модная музыка сзади стояла. Вот, вместо запасного колеса. Она не помогла вам на плохой дороге. Вот, да. Ну, как бы, штырь влез через корд и вылез через корд. Он влез вот в угол между пятном контакта и самим кордом, и вылез через боковину. Естественно, починка, в общем, в результате пришлось покупать, доехав в Питер. Понятно, да. Мне эта дорога обошлась в тот момент порядка 60 тысяч рублей, потому что колеса большие стояли у автомобиля. Ну, в общем, нашим зрителям... Ну, опять же, я вез гуманитарную помощь в Питер, и мне было просто некогда заниматься вызовом ГАИ, разбирательством каким-то, еще что-то. Понимаете, ну, очень часто бывает ситуация, когда люди попадают действительно в ДТП, серьезные ДТП. Когда у них выбивает колесо, и их выбрасывает либо на встречку, либо в соседний автомобиль, либо на обочину, они страдают, страдают люди, которые сидели рядом с ними, страдает автомобиль, это ремонт. И, соответственно, как бы здесь просто необходимо. И если будет доказано, ну, опять же, доказать, что эта яма была именно того размера, ну, это, вы знаете, это очень тяжело, это практически нереально. Да, ну, то есть очень хорошо, что наши зрители звонят и рассказывают о плохих дорогах в прямом эфире, но, опять же, да, повторимся, что есть инстанции, в которые можно и нужно жаловаться. И не надо бояться, вот это самое главное, не надо бояться, пишите и пишите в прокуратуру. Пусть будет писем много, какое-нибудь, да, оно долетит. И особенно, если вы действительно не просто потеряли одно колесо или диск, это не такие большие потери, хотя это тоже сейчас дорого. Но, не дай бог, если случилось что-то серьезное, и пострадали еще люди вокруг, то здесь необходимо, естественно, что-то делать. Вообще всем, кто по этой дороге ездит. Александр из Санкт-Петербурга с нами на связи. Здравствуйте. Снова у нас, да? Нет, нет, Александра. Тогда председатель управления Ассоциацией Межрегион Автотранс. Мы приветствуем в эфире. Сергей Храпач с нами. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Здравствуйте. Ну, я сразу вас спрошу, потому что у нас гости в студии против передачи контроля за качеством дорог ГИБДД. Интересно узнать вашу точку зрения. Ведь долго такой контроль существовал, казался многим логичным. Потом, насколько я понимаю, там были моратории на проверку, какие-то экономические причины. В общем, контроль отняли, теперь думают, не вернуть ли. Вам эта идея нравится? Вы знаете, исторически у нас и Ространснадзор, и ГИБДД занимались отчасти в своем, что касается дорожного полотна и искусственно-дорожных сооружений. Естественно, качество контроля мы все авторюбители и пешеходы наблюдают. Поэтому, наверное, вопрос не в том органе, который надзирает за качеством, а в самом качестве надзора. А качество надзора повысится только в том случае, если за него будут очень жестко спрашивать. Еще у нас прокурорский надзор существует, который может надзирать не только за качеством дорог, но и за качеством самого надзора со стороны ГИБДД и Ространснадзора. Какое качество у них надзора, мы тоже можем наблюдать. Поэтому, как в той басне Крылова, вы, друзья, как не садитесь в квартете, то ничего не изменится. Поэтому здесь нужен иной подход в организации самого надзора, чтобы он не упирался в палочную систему контроля, а в устранение реальных недостатков. Тем более, все полномочия надзорных органов есть. И нормативные акты, которые регулируют порядок содержания дороги, они очень тонко все прописывают. Начиная от ромбов ветра, которые определяют, когда и сколько дорогу нужно чистить в зимний период, заканчивая толщиной дорожного полотна. Поэтому тут велосипед изобретать не надо, он давно уже изобретен. Просто нужно улучшить подход к надзору. Тогда взвижки будут. Но вот если вы говорите, что все четко прописано, почему тогда не получается на практике? Где прорисовать? Строгой законов нивелируется необязательность их исполнения, как говорится. Какую тем не возьми. Видимо, в этом как раз процесс и есть. Потому что у нас есть не хуже, чем у европейцев, у финнов, которые живут в аналогичной среде погонной. Не хуже у нас есть технологии производства асфальта, асфальтобетонного покрытия, укладки. И техника нисколько не хуже, и специалисты нисколько не хуже. Вопрос только, опять же, повторюсь, в качестве. Поскольку у нас все дороги кому-то принадлежат, либо федеральному Росавтодору, либо региональному управлению, либо униципальной власти, то они должны, проводя планово-предупредительный ремонт, либо капитальный ремонт дороги, контролировать подрядчика, каким образом, в какой период и как качественно он его сделал. Естественно, здесь возникает коррупционная составляющая, которая нивилирует, опять же, весь этот процесс. Поскольку за любое испорченное дорожное полотно можно всегда спросить подрядчика, который его делал некачественно. Но рука же руку моет, поэтому спрашивать никто с толком и не будет. И поэтому мы возвращаемся вот к этой ситуации. Можно ли, посмотрев на вот эту региональную сеть и на рейтинге плохих дорог, хороших дорог в зависимости от региона, вывести какие-то наиболее оптимальные формы управления? Почему получается, например, сделать хорошие дороги в Москве или, не знаю, на Бушете, по-моему, было? И нельзя сделать в другом каком-то регионе? От кого это зависит в первую очередь? Все дороги в России делятся по собственности и федеральные, и региональные, и муниципальные. Те дороги, которые М1, М2, М3, федеральные дороги, на них отпускается значительное сигнование на поддержание и на строительство на ремонт. Если мы говорим о дорогах регионального сообщения, о всех остальных, кроме муниципальных дорог, то финансирования на них не хватает, поскольку они финансируются из фондов налоговых поступлений в субъекты федерации. И если субъекты депрессивные не являются субъектами-донорами, то получается, они получают деньги на ремонт от межбюджетных трансферов. Денег, естественно, не хватает, поскольку ни дорожный налог, ни все, что связано с насыщением дорожных фондов, не покрывает огромную дорожную сеть, поскольку страна у нас географически очень большая, дорог очень много. Ну, если так, для примера, почти 50% дорог в Российской Федерации не соответствуют нормативному уровню. И 84 тысячи различных нацеленных пунктов соединяются этими дорогами, и, соответственно, представляете себе масштабы какие. Есть субъекты федераций, где межмуниципальными дорогами соединяются населенные пункты с разницей почти в тысячу километров. Соответственно, навести порядок практически невозможно, поскольку теми инструментариями, которые существуют, теми денежными средствами, которые есть, это невозможно сделать, даже при условии, если подрядчики будут абсолютно честны и порядочные. Но вводим поправку на некачественные обслуживания дорог, на воровство, на коррупцию, и получаем, что невозможно к дороге привести действующими методами в нормальное нормативное состояние. Да, страна большая. А вот это производство и происходит. Спасибо вам. Тогда страна большая, к сожалению. Вернее, к счастью, что большая. К счастью, да, но есть издержки. Спасибо. Председатель правления Ассоциации межрегионов автотранс Сергей Храпач был с нами. Спасибо. Да, спасибо большое. Интересно, Людмила Залогоцкая область, зрительница. Ее тоже сейчас послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Меня слышно? Да, да, слушаем. Вы знаете, ситуация такая. Сами мы живем в Череповце, это Вологодская область, Северсталь. Я думаю, знают этот город. В Белозерске на расстоянии 100 километров мы 15 лет назад купили дом для отдыха перед выходом на пенсию. Село достаточно большое, но местная деревообрабатывающая организация раскатала единственную дорогу, как трассу под большегрузные фуры и автомобили. Нет обочины, днем и ночью грохот, пыль ужасная. Меня слышно? Да, да, да. Ага. Пыль ужасная, невыносимо. Внук средь ночи просыпается от шума и грохота и спрашивает, бабушка, война началась? Место отдыха превратилось в место проблем. Что нам делать? Куда обратиться? И как нам вернуть опять? Или уже бежать пора? Да, спасибо. Да, конкретный вопрос. Ну, конечно, надо обращаться. Это как раз повод обратиться в ГИБДД и попросить, чтобы они ограничили грузоподъемность автомобилей. Знаки хотя бы для начала поставили по грузоподъемности. Какие могут автомобили ездить по этой дороге, а какие нет. Да, к сожалению, такое бывает. Скорее всего, лесовозы там ездят. И лесовозы действительно разбивают дороги, которые не были изначально для этого предназначены. И местная власть, местная власть тоже, местная власть вместе с ГИБДД могут навести порядок. Пишу по состоянию дорог уже 15 лет. Сообщение Самарской области. Есть решение суда. Глава района игнорирует. Прокуратура пишет отписки. Губернатор игнорирует. Замкнутый круг. Надзор в этой сфере отсутствует. 73-й регион. Кузоватовский район. Что делать? Куда еще идти? 73-й это что у нас? Тюмень? Самарская область. А Самарская область? Самарская? Ну, если ваше местное есть прокуратура России, в конце концов, обращайтесь в вышестоящие инстанции всегда. Никто вас не ограничивает в том, что, слава богу, надзирающих органов или карающих, контролирующих их полно. И пользуетесь тем, что сейчас время информационной прозрачности. Даже разогнать ролик про плохую дорогу в социальных сетях, и то часто это имеет эффект. А кого это пугает? Губернатора? Не знаю, мэра? Это может испугать тех, кто отвечает за состояние этой дороги о том, что этот ролик посмотрит губернатор или скорее посмотрит пресс-служба губернатора и сделает губернатору общую выжимку. Да, такое может быть. И действительно, это во многие сейчас. Вот гласности многие боятся. Ведь раньше гласность, это было что-то ого-го, это или газета, корреспондент, или это телевидение. А сейчас гласность, это даже социальные сети. А это не теряется вообще в общем потоке? Нет. То есть прозрачность, ну когда все прозрачно, то оно и меньше. Естественно. Потому что, вы знаете, проблема в том, что люди реагируют. Естественно, все могут посмотреть 3 миллиона, 5 миллионов ролик про плохую дорогу, да? Как бы, и не только из этого региона. Но, вы правы, та же пресс-служба на это обратит внимание. Ведь завтра этот ролик может попасться на глаза пресс-службы кого-то другого. У нас, мы его не любим, он тоже купил, а он вот сидит, я тоже хочу на его место. Все разное, и все бывает в этой жизни. Поэтому очень часто это может помочь, поскольку это действительно, ну оно играет, как палка такая, знаете, то есть ты замахнулся на кого-то, но случайно своего ударил. Вот здесь работает то же самое. Поэтому сейчас даже публикации в газете не нужны. Они не столь эффективны, как в том же Ютубе разместить ролик, вот какая у меня рядом плохая дорога, или вот какие плохие лесовозы, а они действительно безумные, они тяжеленные, они так разбивают трассы, что в Финляндии ведь запрещено использование их, как бы, после того, как вот у них есть специальные трассы для них строятся, для того, чтобы... Их они строят, офигенно, специальные трассы для лесовозов, чтобы их не эксплуатировали, они по дорогам общего пользования. Потому что асфальт не выдерживает их веса. Звонок из Ярославской области. Николай в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из города Рыбинска. Дальний бойщик. 52 года стаж. Дорога Рыбинск-Ярославль. У нас есть... Спасибо им большое. Сделали до границы Тутаева, со стороны Ярославля, и со стороны Рыбинска до границы Тутаева. А сам Тутаев 4 километра. Такая ужасная дорога, что это просто жуть. Ой, ехали мы по ней, да, когда снимали кино про Волгу. Ужасная дорога, да. А самое-то главное, со стороны Рыбинска гора. И она до такой степени разбита, что зимой такие пробки. Большие грузы подняться не могут, со скоростью не выйдешь, потому что отлетят колеса. Но тут даже не качество покрытия, а география. Да, но это странно. Эта дорога, по-моему, региональная, она не федеральная. Но она не должна зависеть от границ муниципальных образований. То есть мэр Тутаева никак не должен влиять на то, что он не починил, и поэтому по территории Тутаева плохо ехать. Вот этого быть не должно. Это какая-то странная такая причина. Что за компании занимаются сейчас в России дорогами? Ремонтом? Не знаю, всем вот обслуживанием? Ну, во-первых, есть балансодержатели дорог. По федеральным дорогам, это, как правило, федеральные казенные учреждения, подведомственные Росавтодору. Плюс это государственная компания Автодор, эксплуатирующая платные дороги. Соответствующие учреждения есть в субъектах федерации, муниципальные есть учреждения. Хотя они не всегда специализированы. Может быть, комбинат благоустройства. Но это монополисты, или на этом рынке есть конкуренция? Смотрите, конкуренция есть среди подрядных организаций по содержанию дорог. Поскольку есть по-разному. Можно организовать содержание. Можно иметь полностью везде свою технику и своей техникой содержать все, и не иметь подрядчиков. А можно через конкурсные процедуры объявить подряд. И на ремонты. Ну, на ремонты чаще всего объявляются подряды. Но даже и на содержание, на то, чтобы поливальные машины в жару ездили, поливали. Могут ездить поливальные машины собственника дороги, а могут ездить и подрядные поливальные машины. Организовать можно по-разному. И в субъектах федерации на самом деле разная практика. Я просто пытаюсь понять, насколько эти компании в конкурентной среде живут. Насколько они поднадзорны. Поднадзорны они в любом случае. Потому что по закону у нас, по-моему, 5 лет у нас существует. Если дорожное полотно разрушено меньше, чем через 5 лет, ты обязан за собственный счет, я подрядчик, я уложил вот этот асфальт из пункта А в пункт Б, и через 3 года оно у меня все уехало, я за свой счет обязан буду восстановить эту дорогу. Это федеральный закон. Этого никто не отменял. Оно так и будет. Но, действительно, конкурентная борьба между подрядчиками, которые участвуют в тендере, она довольно высокая. Потому что, ну, во-первых, строительство дорог это достаточно такая затратная штука. Это не 30 копеек стоит. Естественно, выгодно участвовать. Очень часто просто, я знаю, воздвигается тот, кто объявляет тендер, не совсем реальные условия. То есть... Это как? Ну, там идет заниженная стоимость. А, заниженная. А, соответственно, как бы именно за откатов. А, соответственно, как бы выигрывает тендер тот, кто ко мне близок, и кто именно вот если даст наибольшее количество откатов. И потом, соответственно, начинается уже, вот, кстати, как может быть на вот этом вот участке, кто-то там кому-то друг большой, и вот дальше мы хода этому не даем. И, соответственно, как бы вот этот вот до... Из пункта А в пункт Б дорога нормальная, а потом до пункта С она почему-то опять плохая. Вроде 3 километра всего, да? Но кто-то там кому-то может быть большой друг или родственник. Ага, это обязательно. Поэтому, как бы... А содержание действительно кому как выгодно. Кто-то имеет огромный парк техники, хотя это накладно и сегодня бессмысленно. Просто гораздо проще нанять кого-то, кто имеет ту же технику. Я знаю кучу подрядчиков, которые... Они даже отказались от собственной техники, от собственных катков, асфальтоукладчиков, еще что-то. Из-за того, что им дешевле выходит ее брать именно в момент, когда они производят какие-то работы. Это действительно так, потому что... Ну, любая техника, она требует обслуживания. И если я имею там 5 катков, грузовики, асфальтоукладчики, я не знаю, ну там кучу техники, это бессмысленно все перечислять, но ее надо содержать. А если я всего раз в год участвую в тендере и что-то делаю, ну и для чего мне нужна эта техника? Она будет год простая. Или сдавать ее тоже в аренду. Поэтому очень часто здесь люди смотрят, но как бы это нормальная ситуация, кстати, во всем мире так. Кому-то выгодно действительно иметь собственный автопарк, а кому-то действительно что-то нанимать. Это нормально. Зрители нас поправляют. 73 регион, это Ульяновская область. Просто сообщение было из Самарской, а речь шла о плохих дорогах в Ульяновской области. Ну, спасибо, что поправили. Большое вам спасибо. Продолжаем читать ваши сообщения. Башкортостан. Тоннаж автомобилей вырос в несколько раз. Толщина асфальтового покрытия под ГАЗ-51. Поговорим, да, об этом, о качестве покрытия. Запомним. Самара. У нас хорошие дороги. И даже во дворах. Астрахань. У нас почти спальный район. Ходят фуры, грузовики. Проезжая часть самая узенькая. Обе встречки. Соседняя побольше. Но ремонт осуществляется регулярно. На них капитальные и местные по ситуации. Федеральная дорога Самара-Пугачев-Энгельс-Саратов. Большие ямы. Позор. Ужасная дорога от Талдома до Калязина и дальше до Углич. Простите, я перебью сразу вопрос. У них во дворах хорошие дороги. И тут же человек пишет о том, что... Ну, как бы странно. Разные, да. Как вот замечательная трасса. Там построена автомагистраль от Тольятти до Самары. Как бы там со скоростью в 110 км в час. Штарная дорога. Люди придираются, думаете? Нет, она хорошая. Но это федеральная. Это часть дороги М5. М5, да. Так ее строили просто. Там нужно было, а никто не прилетел. Хорошо построили для людей. Ну да, для людей она осталась. У нас в Череповце хорошие дороги. И областные, и федеральные трассы в отличном состоянии. Ну, кого-то, видите, хорошо. Послушаем звонок из Ленинградской области. Александр, здравствуйте. Да, в Ленобласти мы были не так давно. День региона снимали. Мне показалось, приличные дороги. Но не везде были.